Послание Отца Абсолюта 21 января 2020 года Первое знакомство Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я расскажу вам об энергетическом взаимодействии между мужчиной и женщиной в повседневной жизни. Другими словами, пока речь пойдет не о близких отношениях мужчины и женщины, а о том, что происходит с ними энергетически, например, при первом знакомстве, либо просто во время мимолетных случайных встреч и взглядов друг на друга, когда их поля едва соприкасаются. Поскольку в человеке изначально заложено стремление найти себе пару или продолжение рода, его сексуальная энергия так или иначе проявляется при каждой встрече с человеком противоположного пола. У кого-то эта энергия бьет через край, у кого-то она едва теплится. Все зависит от возраста, темперамента, воспитания, национальных традиций, а также и от кармического багажа, с которым пришел человек на землю. Это совершенно естественный, заложенный природой интерес к противоположному полу. Что происходит дальше, когда мужчина и женщина начинают изучать друг друга? Сексуальная энергия и того и другого максимально активируется с тем, чтобы распознать свой это или чужой. И дальше на энергетическом плане происходит довольно интересный процесс. Вторые чакры обоих увеличиваются в размерах настолько, что способны соприкасаться друг с другом. Так происходит знакомство у мужчины и женщины на тонком плане, энергетическое распознавание друг друга. Но очень многое зависит и от того, на каком уровне духовного развития находится человек, поскольку в этот ответственный момент к процессу распознавания подключаются и другие тонкие органы чувств человека. У людей трехмерного мира это в основном третья, четвертая и пятая чакры. Они тоже начинают сканировать друг друга, словно помогая второй чакре сделать правильный выбор. И между ними нередко возникают противоречия. Одни чакры могут вступать в резонанс друг с другом, а какие-то нет, имея слишком большой разрыв в вибрациях. Например, женщина может быть гораздо тоньше в плане духовном. Ее четвертая и пятая чакры буквально отталкиваются от низких энергий соответствующих чакр мужчины, у которого превалирует энергия третьей чакры, самой слабой у этой женщины. Что происходит в этом случае? Если женщина способна услышать свою душу, она интуитивно отдалится от этого мужчины, ощутив с ним энергетический диссонанс. Если же нет, то мощная сексуальная энергия мужчины и энергия его третьей чакры, отвечающая в трехмерном мире за самоутверждение и подавление чужой воли, вполне могут энергетически поработить эту женщину. Но их отношения заведомо обречены на неудачу, поскольку свежесть сексуальных отношений со временем сойдет на нет, а энергетическая разноплановость других чакр, которые в физической реальности выражаются в разном восприятии жизни, не принесет им ни счастья, ни гармонии. В результате начнут страдать они сами и их дети, поскольку в семье будет царить энергетический хаос, глубоко ранящие детские души. Именно это чаще всего происходит в трехмерном мире, и цепочка этой дисгармонии запускается в самом начале, при первой встрече мужчины и женщины, не способных увидеть и почувствовать тонкие энергии, излучаемые их телами, которые всегда дают им верные подсказки. На этом и остановимся сегодня. Любящего вас!